И вот этот момент усталости от войны, о котором американские журналисты говорят в данном случае, они в первую очередь говорят о Соединенных Штатах Америки и о специфической политическом кризисе таком, который именно сейчас, предвыборный период и противостояние партии в парламенте американском. Но получит ли Украина и Израиль вообще ожидаемую помощь от союзников? Вот как развивается этот тренд на сегодняшний день? Как вы видите это? Я думаю, что получит, безусловно, потому что ситуация пока усталость от войны, она может быть и есть усталость от войны, но тем не менее, как бы обязательств никто не отменял. И я, на мой взгляд, из того, что я вижу, есть некий двусторонний процесс. С одной стороны, безусловно, союзники выполнят свои обязательства по отношению к Израилю, по отношению к Украине. С другой стороны, та усталость, о которой вы говорите, вынуждает, на мой взгляд, особенно европейских союзников, и, кстати, американских тоже, идти уже, пытаться идти как бы на путь, ну, я условно его назову в кавычках, «замирение». То есть, во всяком случае, так я расцениваю появившаяся недавняя информация о том, что, дескать, есть какие-то предложения Зеленскому по этому поводу, по поводу замирения с Россией, переговоры с Путиным. И точно так же, такое же примерно давление осуществляется на Израиль с тем, чтобы вот начавшаяся вчера четырехдневная пауза, четырехдневные перемирия продолжилась и дальше, и в конце концов, окончилась некими условными, я бы даже сказал, абстрактными, потому что непонятно, о чем говорить, да, мирными переговорами, и тем самым, как бы, вот эта военная кампания против Хамаса сошла бы на нет. Так что, это тренд, который касается, вы правы, касается и Украины, и Израиля. И мне кажется, что тут налицо даже не усталость, а, скорее всего, некое недопонимание ситуации со стороны европейцев и со стороны американцев. Американцам это понятно почему, потому что, правильно вы сказали, предвыборная ситуация, давление определенных лобби, сильное давление мусульманских избирателей, сильное давление того, что касается европейцев, где тоже, так сказать, они испытывают определенное давление со стороны огромного количества беженцев мусульманских, которые сейчас буквально наводнили все столицы Европы, я уже не говорю о более мелких городах. Это все вместе, вкупе, оно дает вот такую общую картину непонимания, мне кажется, или нежелания, даже я бы сказал, понимать того, что и Украина, и Израиль защищают, прежде всего, свою независимость. Марк, тогда буквально несколько слов о ситуации именно сейчас, которая происходит в Израиле. Я добавлю информацию и тогда попрошу вас оценить ее, рассказать более подробно. Почалася операция из обмена заручниками между Израилем и Хамасом. Первую партию палестинских увязненных перевели из вязнице Офер для обмена на израильских заручников. Нагадаю, что сегодня о 7 утра начало действовать четыриденное перемирие между Израилем и боевиками Хамасом. Влада Израилю уже заявила, что после обмена в полоненными будет продолжено боевые действия. Вот буквально можно попросить вас несколькими штрихами обозначить, как сейчас выглядит конфликт. Возможно ли, вот вы говорите, что стараются как бы подталкивать к каким-то контактам переговорным, или для того, чтобы не так интенсивно происходили боевые действия. Но финал вам виден, заметен. Как обстоят ситуации с другими странами Персидского залива, Ближнего Востока? Значит, я могу предположить, я могу высказать свою версию. Не значит, что она будет совпадать с мнением общепринятой версии. Хамас, по большому счету, если мы говорим о сунитских странах, с умеренным сунитским режимом, как кость в горле для всех. И для Арабских Эмиратов, и для Саудовской Аравии, и для Бахрейна, и для Кувейта, и даже для Катара в какой-то степени. И поэтому арабские страны, я, кстати, внимательно следил за их реакцией, вот те, которых я назвал, у них очень такая странная реакция на то, что происходит. То есть они как бы дистанцируются с одной стороны от Израиля, но с другой стороны нет вот этой привычной риторики, когда Израиль обвинялся там чуть ли не в смертных грехах и так далее. Я думаю, что на самом деле, опять-таки, Восток дело тонкое и где-то в кулуарах, безусловно, я думаю, что Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты спят и видят, чтобы Израиль разобрался до конца с Хамасом. Потому что Хамас окончательно надоел уже всем, не говоря о тех деньгах, которые эта бездонная бочка пожирает. То есть и плюс все остальное, террор, валюта, наркотики, убийство, криминал, все, что хотите, там целый букет. И поэтому недаром, мы с вами говорили как-то давно, скажем, что Египет и Ордания, например, четко заявили, что они закрывают свои ворота для палестинских беженцев, им палестинские беженцы не нужны. Поэтому я лично вижу, что, безусловно, Израиль сегодня и вчера об этом открыто заявил, что пока речь идет только лишь о паузе. Ни о каком перемирии речи не идет. Речь идет о гуманитарной паузе, четырехдневной, в течение которых будет, соответственно, в размере, в масштабе один к трем, обменено количество соответствующих заложников с израильской стороны на количество палестинских террористов с другой стороны. Как только закончится это перемирие, паузы гуманитарные, Израиль точно возобновит свои военные действия. Это, во-первых. Во-вторых, я напомню, что два дня тому назад Бениамин Нетаньягу, премьер-министр Израиля, дал указание Моссаду уничтожить и ликвидировать всех главарей Хамаса. И я думаю, что этот приказ останется в силе. Я очень надеюсь на то, что, так сказать, Израиль пойдет до конца и уничтожит Хамас. И, кстати, Египет уже, я даже не говорю о других странах, Египет заявил, и Саудовская Аравия, что они были бы рады видеть на месте сектора Газа демилитаризованную зону. Демилитаризованную, подчеркиваю, которая контролировалась бы некими международными силами. Будь то ООН, какие-то европейские наблюдатели и так далее. То есть вот такой расклад я вижу прежде всего в этой ситуации, которая действительно может навести порядок. Все остальное – это разговоры в пользу бедных. Они ничем не закончатся иначе. Марк, вот есть такая пословица, что время покажет. Время идет. И от этого террористического акта нападения прошло уже полтора месяца. Мы считаем с 7 октября. И за эти полтора месяца, наверное, уже стали более явными, заметными позиции стран, геополитические интересы, какие-то векторы, которые сошлись в частности и в ближневосточном конфликте. Там не только американские авианосцы, но и части флота Китая появлялись. Были заявления разных стран Ирана и Саудовской Аравии и так далее. Были заявления о России, да и российской причастности к поддержке Хамаса. Были, в конце концов, визиты хамасовцев в Россию. И вот в недавнем выступлении Путин перед лидерами «Большой двадцатки» он как-то вот через запятую вспоминает и Украину, и Израиль, сектор Газа. Как бы намекая, ну мне кажется, довольно прозрачно, на определенную свою причастность к этому? Ну, это только мы можем из серии, мы можем только гадать. Потому что на самом деле, вы правы, там это настолько клубок, настолько клубок всего замешанный, что очень трудно говорить, кто там вообще приложил руку. То есть, по большому счету, я думаю, что главный застрельщик – это все-таки Иран. Потому что Иран, прежде всего, заинтересован в дестабилизации ситуации в регионе. Иран заинтересован в укреплении так называемой шиитской оси. Иран участвовал в подготовке боевых отрядов Хамаса. Иран снабжал Хамас деньгами, валютой и оружием, прежде всего. Хотя, конечно, я не исключаю, что и российские инструкторы тоже там приложили руку. Во всяком случае, я видел в сети редкие кадры документальные, как в 70-х годах инструкторы КГБ тогдашнего обучали местных представителей различных туристических группировок в секторе ГАЗа, обучали различным диверсионным приемам. Поэтому, я еще раз говорю, Ближний Восток – это действительно клубок, всевозможный клубок противоречий, где трудно сказать, кто больше приложил руку, а кто меньше приложил руку. Одно сейчас понятно, что Хамас, как таковой, должен исчезнуть с лица земли, должен исчезнуть как террористическая организация, и только в этом случае возможен хоть какой-то намек на мир, более-менее мир в регионе. Более того, Саудовская Аравия заявила в конгрессиональных беседах, в приватных разговорах, что она вовсе не снимает руки с пульса переговоров между Израилем и Саудовской Аравией, и, так сказать, ждет окончания войны, чтобы эти переговоры продолжить. В конце концов, как мне кажется, арабские страны с умеренными суннистскими режимами давно уже поняли свою выгоду от того, что они будут сотрудничать с Израилем. И то, что происходит сегодня в секторе ГАЗа, это попытка сорвать эту выгоду, это попытка, собственно говоря, нарушить тот самый ход того процесса, который был запущен с подписанием аврамических соглашений, так называемых. Марк, вот сейчас то время, когда действительно, наверное, перераспределяются в определенной степени силы на геополитической карте мира, когда лидеры страны стараются обозначить свое поле влияния, свой вес, может быть, не совсем соотносимы с реальным значением этих государств, как с Россией мы вот говорим, но, тем не менее, к этому прилагают усилия, и российский диктатор говорит о некоторых правилах будущего, как бы, и технологиях будущего, вокруг которых может выстраиваться определенная политика. Добавлю информацию. Російський диктатор Путін раптом згадал про то, что навколо ядерної зброи людство створило правила, и что ее не можно передавать и расповсюдживать. На этот раз бункерный правитель на так званой инновационной конференции у Москвы вирішив спрогнозувати майбутнє штучного интеллекту. И выдав наступную фразу. Далее я цитую. «Щойно людство відчує загрозу. Тоді будем про это говорить». Человечество же выработало определенные правила, связанные с использованием ядерных технологий, в том числе в военной области. Нераспространение. Придумало правила нераспространения носителей, носителей самих ядерных технологий. Есть же правила. Человечество смогло выработать это. И в сфере искусственного интеллекта мы вполне можем выйти на приемлемые для всех, нужные для всех общие решения. Знаете, когда это станет возможным? Когда все почувствуют угрозу. Это не шутка. Когда угрозу почувствуют в бесконтрольном распространении, в бесконтрольной работе в этой сфере, тогда сразу возникнет желание договариваться. Ну вот когда Путин говорит о том, что кто-то почувствует угрозу, мне, по крайней мере, ну каждый раз, не знаю, мерещится, или я слышу действительно, что он вкладывает, он как бы угрожает. Он говорит об угрозе, которая может исходить и от него. Конечно, в нынешнее время Россия явно отстает в этой технологии, по крайней мере. Но определенная борьба между Соединенными Штатами и Китаем, например, она ведь уже ведется именно в области искусственного интеллекта. Есть определенные санкции, наложенные в технологиях, которые могут Китаю продаваться или не продаваться, а Америка старается сдерживать. Почему Путин об этом говорит вообще? Мне кажется, это некий элемент больше психологического все-таки давления. Я сейчас прослышал еще раз. Я читал до этого его выступления. Сейчас еще раз просто прослужил. У меня было такое ощущение тогда и сейчас, что он вообще сам не понимает, о чем он говорит. Потому что искусственный интеллект – это действительно очень мощно развивающаяся отрасль, но до сих пор ее последствия еще не определены, и границы не осознаны. Если вы слышали, был грандиозный скандал в Америке, когда руководителя крупнейшей компании по разработке искусственного интеллекта Сэма Альтмана вдруг ни с того, ни с сего уволили, а потом опять взяли на работу, так сказать. И этот скандал был связан именно с вопросами этическими, касающимися именно вот того, что может, и чем угрожает искусственное употребление искусственного интеллекта. Поэтому, мне кажется, действительно, вы правы, понимаете, говорить в России на эту тему – это просто смешно, это просто лишний раз как бы некая абстрактная угроза, что вот если вы нам угрожаете, то мы, кстати, здесь это не прозвучало, было сказано, что там у него было еще сказано, что вот, дескать, значит, искусственный интеллект базируется на английском языке, да, как это такое может быть, а мы, значит, построим с собой свой, и он не учитывает совершенно русской культуры, как сказал Путин. Он не учитывает, и поэтому, так сказать, нам надо создать свой искусственный интеллект, который бы учитывал как бы русскую культуру, и, так сказать, тем самым вот это будет наш ответ Запад. Ну, мы видели уже все эти проекты, и большие ракеты там, которые огибают пространство, и, так сказать, какие-то мега-мега танки, и на самом деле все это ограничивалось исключительно мультиками, да, то есть кроме мультиков мы больше ничего не видели. Поэтому я думаю, что это из серии такой же, да, то есть это серия психологическая, скорее всего. Я не верю в данном случае, что Россия может что-то сделать по поводу искусственного интеллекта. Это вряд ли. А вот Китай, вот тут-то, Китай, который ведет свою игру, Китай, который, так сказать, действительно следует единственной своей знаменитой концепции, значит, одна страна, один путь, Китай, безусловно, настроен на то, чтобы, так сказать, использовать Россию в качестве некоего буфера и продавливать свои собственные интересы, завоевывая пространство. То вот в этом отношении мы должны воспринимать эти слова Путина как выражение позиции Китая. Он от имени китайцев говорит о том, что да, вот правила в будущем еще будут установлены, установлены, но пока их нет. Он от имени Китая это говорит? Совершенно верно. Он не только от имени Китая. Есть ОСИП, ОСИП, ОСИП мы давно об этой ОСИ с вами говорили. Это Россия, Китай, Иран. Все понятно. Это тройственный союз, новый совершенно, геополитический, который ставит перед собой вполне конкретные цели, передел уже давно поделенного мира. Да, так сказать, и интересы этих трех держав, мы не можем отрицать, с плюсом, с минусом, а другой вопрос. Это три державы, большие достаточно. Китай, Иран и Россия. У них есть свои интересы, они хотят создать некий биполярный мир, в котором они будут противостоять Америке, Западу, Европейцам и так далее, и так далее. И таким образом Путин, произнося красивые слова об искусственном интеллекте, говорит нам, как бы транслирует, как мне кажется, о том, что, ребята, я не одинок. Вместе со мной есть Иран, где, кстати, очень мощная научная школа. Это тоже нельзя забывать. Иран имеет очень мощную научную базу. И Китай со своей огромной базой, со своими огромными деньгами, которые он, так сказать, использует для того, чтобы, естественно, отстаивать свои собственные интересы. Марк, но ведь вот именно сейчас, в эту минуту, если Путин говорит о том, что нынешний миропорядок, структура Организации Объединенных Наций, мировое право, это базируется на ядерном оружии, на группе стран, которые имеют ядерное оружие, на вот этом этике неиспользования ядерного оружия и так далее. Вот он говорит о том, что искусственный интеллект – это угроза будущего, и вот будущая какая-то организация или будущий миропорядок будет выстроен вокруг ограничений искусственного интеллекта. Но ведь он констатирует, что получается сегодня, что у США это уже есть, а вот у этой группы стран нету. Правильно? Значит, да. Вот появится. А может, мы скоро вам предъявим, как там нам этот Сармат, эту ракету, обещали предъявить, да? Кто ее видел, правда, никто ее пока не видел. Но вот обещали. И вот, так сказать, это тоже угроза, и это тоже предупреждение, что вы там со своим искусственным интеллектом особенно варежку не развивайте, потому что у нас тоже есть что-то, мы тоже предъявим вам свои требования, и вы не будете диктовать нам свой миропорядок, так как вы его видите. Вы в любом случае должны и будете обязаны считаться с нами. Я вижу это четко, хочу говорить. Марк, тогда давайте посмотрим на другие технологические такие сотрудничества, сращивание, может быть, России и Китая. Является ли это таким косвенным подтверждением их вот нынешнего стратегического сотрудничества? Россия за допомогою Китаю має намір побудувати підводный тонель до Криму. Бизнесмени из обоих країн таємно обговорили плани зробити транспортный маршрут, захищенный от украинских атак. Про это пишет Вашингтонпост с посыланием на электронные листи, наданые украинскими спецслужбами. Видание стверджает, что переверило автентичность документов. В одному из листов Китайская корпорация залезничного будивництва описывает готовность сбудовать залезничные и дорожные объекты будь-якой сложности в Криму. У поведомления до так званого постеподавника Республики Криму один из российских бизнесменов пише, что нібито мае відповідь от китайских партнеров про готовность будивництва тонелю под Керченской протокой. Как пише Вашингтонпост, работы такого масштабу коштуватимуть миллиарды доларів и триватимуть роки. Но даже если миллиарды и годы, то вообще участие китайских каких-то компаний и технологий в подобных проектах будут утверждаться связь, нарушение международного права Китаем уже в таком случае. Ведь это китайские компании будут. Все крымские активности, они подсанкционные. И это было бы уже прямым участием в войне. Вот как Путин говорит о том, что давать оружие Украине, это значит НАТО принимает участие в войне. Вот давать таких технологий России это прямое участие в войне, в агрессии и в оккупировании украинских территорий. Как вы считаете, может ли это быть, ну, реализовываться, будет ли перспектива у этого? Пойдет ли Китай на подобные китайские компании? Или у Путина есть свой Ротенберг, он уже строил Крымский мост, о котором говорили, что он самый защищенный объект, а как показывает практика, не самый защищенный. И вот морские малютки, да, вот эти вот морские дроны тоже могут его атаковать. Какая будет перспектива этого? Почему об этом говорят? Я думаю, что это очередной вброс какой-то, да, хотя очень странно вдруг появился этот проект. Обратите внимание, да, и какой-то вброс очень активный. Сразу было сказано, что уже в Крыму сформирован консорциум, который будет заниматься этим проектом. Названа фамилия человека, который будет гендиректором этого проекта, некий бизнесмен Владимир Калюжный. Названа стоимость этого проекта 5 миллиардов долларов. Названа, так сказать, китайская компания, железнодорожная, которая якобы будет заниматься проложением вот этого огромного туннеля, да. При том, что из того, что я просмотрел, как бы, да, то есть официальной реакции российских властей на этого нет. То есть, и когда обращались за комментариями к этому консорциуму, якобы, да, то есть они отказались от комментариев. То есть, безусловно, вы правы. Для Китая в данном случае проложение само, даже сама идея о том, что он будет помогать прокладывать этот туннель, она содержит определенный политический риск. Во-первых, Китай, напомним, не признавал официально, не признал официально принадлежность Крыма России. Он на это пока не шел. Во-вторых, вы правильно сказали, Крым во многом находится под санкциями. И таким образом, а Китай, который, так сказать, известен своим хитроумием и который пытается всегда приспосабливаться, как говорится, и вашим, и нашим, я не думаю, что он так резко бы вдруг ни с того ни с сего решился бы пойти на такой, можно сказать, действительно колоссальный политический риск, который грозит ему нанести некий очень серьезный репутационный, на мой взгляд, репутационный негатив. А вообще, сам по себе проект, знаете, напоминает больше знаменитый рассказ Манилова из «Мертвых душ» Чичикова, который сидит и мечтает о том, что он построит этот самый большой мост из своего местечка куда-нибудь в Бомбей, да, и по этому мосту будут свободно ходить туда-сюда всякие разные люди. То есть, это вот Маниловщина чистейшей воды. Кто вложит эти деньги? Какие риски? Какая гарантия того, что этот подземный, вот этот туннель действительно будет проложен? Сколько лет на него уйдет? Сколько денег будет разворовано? И сколько денег будет выделено? Вы понимаете, что это вообще такое? То есть, это больше напоминает опять какую-то очередную игру в показуху, которая на самом деле нацелена на то, чтобы показать, какие мы крутые. Но, с другой стороны, нельзя забывать, что у Китая, я повторяю, есть свои собственные интересы, и Китай, безусловно, стремится использовать Россию как сырьевой придаток. И сегодня Китай прекрасно это делает, без всякой тихой сапой, собственно говоря, поглотив уже определенные территории России на границе с Россией, где-то в Хабаровском крае, и дальше. И, естественно, ему, конечно, очередной сырьевой придаток для Китая важен как никогда. Поэтому Китай играет в эту игру. Марк, но мы-то не верили и в то, что мост появится, что в Керченском проливе он сможет выстоять. Но оказалось, все-таки вы стояли. Тогда говорили тоже о том, что какие-то китайские технологии используются в этом, по крайней мере, анонсировали это. И именно мост был одним из таких главных политических лозунгов путинских. Наверное, вот выборы приближаются, наверное, ему нужны какие-то новые лозунги, по крайней мере, обещания. Буквально 20 секунд на ваши выводы. Безусловно. Учитывая, что выборы на носу, любая, любой лыка в строку, и можно пообещать хоть все, что угодно. Хоть новый лифт на Марс, я не знаю, какие-то совершенно преференции для населения, включая, как говорил покойный Жириновский, каждой бабе по мужику и так далее. Поэтому я думаю, что... А нечего... А что предложить-то народу, собственно говоря? И кроме вот этого туннеля больше и предложить-то нечего. Три точки поставим здесь. Спасибо огромное за сегодняшний разговор. Марк Котлярский на прямом из Вес Кузи студии Апостров ТВ. Редактор субтитров А.Семкин